Все мы знаем, что акулы это примерно как львы в саванне, плавают себе на верхушке пищевой цепи. Захотели, съели кого-нибудь, захотели и оставили на потом. Но даже среди них бывают самые-самые. И вот вам десятка самых больших акул. Про мегалодона речь даже и не пойдёт, он уже дико задолбал даже меня. И светился уже, по-моему, как минимум в пятёрке видео, а вас так уж и подавно. Акула мака, или серо-голубая сельдиевая акула, занимает последнее место в десятке самых больших акул в мире, но далеко не последнее по проворности и интеллектуальному развитию. Обладает средней величиной туловища от 3 до 3,5 метров, максимальная длина 4,45 метра и массой 554 килограмма. Бросаясь на жертву, она развивает скорость 74 километра в час. В мире встречается почти во всех морях и океанах. Акула мака вызывает большой интерес у любителей спортивной рыбной ловли. Также высоко ценится мясо этих уникальных акул. Вследствие промысла их популяция находится под серьёзной угрозой. Из-за агрессивного характера, прекрасной манёвренности и больших размеров, акулы мака представляют для людей смертельную опасность. Преследуя свою добычу, акула способна совершать прыжок из воды на высоту до 6 метров. Лисия акула или обыкновенная акула-лисица характерна длинным извивающимся хвостовым плавником, за что и получила своё прозвище. Самая крупная в семействе, одна из самых больших акул в мире. Размер тела с хвостом достигает 7,6 метра, а весит она больше 500 килограммов. Стоит отметить, что больше половины общей длины акулы составляет именно плавник. Населяет тропические и умеренные воды по всей планете. Во время охоты лисия акула проявляет хитрость. Своим хвостом или хлыстом загоняет жертву, а потом им же оглушает её. Также её хвост помогает удерживать баланс при прыжке за добычей, когда она полностью поднимается над водой. Этот вид больших акул очень важен для человечества. Из её печени учёные создают медицинские препараты. Шестижаберные акулы. Самый большой вид акул в семействе многожаберных. Достоверно известно, что длина самого крупного экземпляра составляла 5,4 метра, а вес 590 килограмм. Эти хищники больше других напоминают своих доисторических прародителей. Шестью парами жабр и зубами в виде гребня. Водятся они в Западной Атлантике, Индийском и Тихом океане, в Средиземном море и в других умеренных и тропических морях. Есть свидетельства о шестижаберной акуле весом 700 килограммов и длиной 7,2 метра, но документов, подтверждающих это, нет. Эти рыбы достаточно медлительные, но неуклюжимой их не назовёшь. Расцветка акулы самая разная – серая, чёрно-серая или коричневая. Для людей она не опасна и при встрече с дайверами старается уйти на глубину. Живут акулы поодиночке, днём питаются раками и крабами на глубине до 200 метров, а ночью поднимаются ближе к поверхности, чтобы полакомиться рыбкой. Акула-молот или рыба-молот – одна из самых удивительных и необычных рыб в мире. Населяет континентальные шельфы и прибрежную полосу тропических вод. Иногда встречается и в открытой воде. Именуется так за голову в форме молота. По праву относится к самым большим акулам в мире за свой размер. В зависимости от вида бывает до 6 метров в длину и массой около 600 килограмм. Причудливая голова и изящные плавники выделяют её среди остальных сородичей. Акула обладает свирепым нравом, но людей атакует редко. В процессе охоты голова рыбы играет решающую роль. Ведь по переднему её краю проходят сенсоры, которые улавливают запах и электрическое поле жертвы. А расположение глаз создаёт обзор в 360 градусов по вертикали. Есть акулы с самыми большими головами, треть величины тела. Питаются креветками, моллюсками, крабами, кальмарами, рыбой, но больше всего хищнику нравятся скаты и камбала. Тигровая акула является самым распространённым видом акул в мире. Ареал обитания – тропические и субтропические воды по всей планете. Характер достаточно агрессивный, а учитывая, что этот вид самых больших акул в мире часто видят на мелководье, в каналах и возле пристаней, могут представлять серьёзную опасность для человека. Средние размеры гиганта – 5 метров, но учёные считают, что она способна вырасти больше 8. Весят акула в среднем 400-600 килограммов. Именуется так благодаря полоскам, похожим на окрас тигров. Желудок её – как мусорный бак, в котором можно обнаружить ската, змею, чайку, а также совсем несъедобные предметы – автомобильные номера и резиновые шины. Мощные зубы и челюсти перемалывают всё, начиная с моллюсков и заканчивая черепахами. Чтобы защитить отдыхающих и дайверов от нападения этих монстров, некоторые страны даже их отстреливают. Пелагическая большеротая акула – единственный представитель семейства большеротовых акул. Из-за малого количества найденных особей учёным не удаётся до конца изучить этот вид. Большеротая акула – один из трёх видов больших акул-фильтраторов, питающихся планктоном и мелкой рыбой. Плавает она в тёплых и умеренно тёплых водах. Чаще всего встречается возле берегов Калифорнии и Японии. Длина тела – 5,7 метра, а вес может достигать до полутора тонн. Своим именем акула обязана большой округлённой голове с коротким носом и гигантской пастью. Зубы мелкие в виде щётки. Предназначены они для того, чтобы процеживать воду и удерживать зоопланктон во рту. Окрас тела тёмно-коричневый и тёмно-серый. Белая акула. Среди прочих видов белая акула самая свирепая. Такой монстр не побрезгует и человеком. Больше половины нападений совершает именно эта акула. Средний размер от 4,5 до 5 метров. Бывают экземпляры больше 6 метров в длину и массой не меньше 2 тонн. Эта рыбина будет и самой быстрой из остальных акул. На человека она нападает из любопытства. Обитает во всех океанах, кроме северного ледовитого. Относится к исчезающему виду. В мире насчитывается только 3,5 тысячи таких акул. В пищу её составляют маленькие и средние рыбы, черепахи, морские львы, тюлени и зубатые киты. Гренландская полярная акула. Принадлежит к отряду катранообразных, распространена на севере Атлантического океана. Также встречается в водах Исландии, Гренландии, Норвегии, Баренцевом море в России и прибрежных зонах Мексики и Японии. Этот гигант входит в тройку самых больших видов акул в мире. Взрослые животные способны достигнуть 6,4 метра в длину и весить целую тонну. Их теологи считают, что Атлантическая акула может достигать и больших размеров. Цвет туловища бурый или тёмно-коричневый, с мелкой чешуей. Образ жизни ведёт малоподвижный. Характер меланхоличный. Она самая медлительная акула на Земле. Максимальная скорость 2,7 км в час. Во время охоты выбирает выжидательную позицию и подкарауливает спящую жертву. Метаболические процессы в организме этой акулы протекают очень медленно. Поэтому живут они долго. В 2010-13 годах учёные сделали углеродный анализ хрусталика глаза нескольких полярных акул. В результате чего установили, что возраст самой длинной из испытуемых особей находится в диапазоне от 272 до 512 лет. Тут нет ничего удивительного, ведь половая зрелость у самок этого вида больших акул наступает в 150 лет. Исполинская акула, которая принадлежит второе место в рейтинге самых больших в мире. Её размер достигает 10 метров, а максимально зафиксированный вес – 4 тонны. Эти акулы встречаются во всех океанах планеты в водах с умеренной температурой. Несмотря на величину и внешнюю грозность, живетей они не опасны. Едят исполинские акулы водоросли, планктон и мелкую рыбу. Характер имеет дружелюбный. Из-за этого массово истреблялись и могут находиться на грани исчезновения. За акулой можно наблюдать с очень близкого расстояния, так как она никогда не нападает на водолазов. Но осторожность надо соблюдать. Одним поворотом хвоста она может сломать вам кость, а кожу можно поранить о её острой чешуйке. Китовая акула. Она вырастает в длину более 12 метров, а весить может более 21 тонны. В 2002 году китайские рыбаки поймали акулу размером в 20 метров и весом 34 тонны. Населяет она открытые тёплые океаны, ест планктон и рыбу маленькой и средней величины. Популяция рыб довольно большая и исчезновение им не грозит, но они занесены в Международную Красную Книгу из-за большого отлова. Плавники и другие части туловища акулы стоят очень дорого, поэтому на неё охотятся браконьеры. Каждый день акула съедает 200 килограммов рыбы и зоопланктона. Размножается она, яйца с живорождением, и новорождённые детёныши имеют в длину около полуметра. Для человека не представляет никакой опасности. Скорее, он для неё. А на сегодня всё. Спасибо, что смотрели до конца. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале. Субтитры создавал DimaTorzok